Да, коробка теперь не вверх тормашками, но водянки все еще нет на столе, она очевидно у меня в компьютере отрабатывает свое. Asus ROG Strix LC2 280 это первая система водяного охлаждения у компании, выполненная с радиатором соответственно 280 мм, ну или насколько мне известно. То есть 120 были, 240 были, 360 были, но вот 280 по-моему не было. И именно поэтому это первая такая вот система, которую я у Asus попросил сам. По причинам довольно простым, 240 мм и меньше я абсолютно не вижу смысла тестировать под себя и под свои нужды, под свои потребности. Эти системы в случае конкретно с Asus красивенные и в целом, и RGB подсветкой отдельно, но они неэффективнее, скажем башенки на 240 мм вентилятора. Они стоят дороже и работают громче. Плюс, очевидно, 280 мм радиатор больше, чем 240 мм. Ну а чем эффективнее охлад, тем тише система. Поэтому для меня 280 мм это вот прожиточный минимум. Лучше больше, но меньше не нужно. И вот Asus ROG Strix LC2 280 я прямо ждал, не мог дождаться. Водянка в нулевых. Очень дорогая, где-то 6000 гривен. Но это для брендовой новинки нормально. Во-первых, она очень красивая. Подсветка на помпе, например, не бьет в глаза, потому что выполнена с умом и стилем. Да, нет экранчика на помпе, но то уже совсем под конскую цену задача. Зато на вертушках очень качественная RGB подсветка. Ее, правда, я не смог завести на Asus B550F Gaming. Но она зато с первого раза завелась на Astrak X570 Extreme 4, что довольно смешно. Ну а про поддержку Aura Sync я вообще молчу. Она очевидно есть на водянке с RGB от Asus. Кстати, для контроля за помпой, за подсветкой на помпу, нужно подключать эту самую помпу к USB на материнке по коннектору micro-B на корпусе. Кабель, если что, в комплекте имеется, не переживайте. Меня очень порадовал процесс установки на AM4. Во-первых, используется стандартная задняя пластина. И во-вторых, благодаря вот этим вот чудо-винтикам, вы можете эту пластину закрепить так, чтобы она не упала вниз. Вам не нужно ее держать ничем. Поэтому установить Asus ROG Strix LC2280 очень легко даже при замене кулера. Даже при его съеме и установке, собственно, водянки. В общем, да, это, наверное, лучший из способов вообще. Я прямо вот сейчас 5 из 5 ставлю. И вот тут начинается веселье. Дело в том, что, как известно, надежды убивают удовольствие от результата. И я запрашивал эту вот систему охлаждения под AMD Ryzen 950 950X. Обзор будет здесь, если он уже вышел. И по ссылочке в описании под видео. Потому что я абсолютно не осознавал разницу между 16-ти ядерником и моим тогдашним 6-ти ядерным 3600X. Потому что 16-ти ядерник под разгоном на авточастотах вполне себе спокойный и относительно прохладный. И 280-ти миллиметровая водянка от Asus охлаждает его без особых проблем. Даже с фиксом скорости вертушек на почти бесшумной 1000 оборотов в минуту. И проблемы начались, когда я решил зафиксировать частоты, которые в стресс-тестах падали ниже 3,8 ГГц. И любая фиксация выше, чем по сути 3,8, оборачивалась в стресс-тесте почти моментальным скачком температуры к 105 градусам. Это, если что, критическая температура. И если вам кажется, что чуть выше 70 градусов дает неплохой такой зазор для повышения частот с 3700 по всем ядрам, то вам не кажется. После включения PBO, то есть Precision Boost Overdrive, в стресс-тесте частоты скатнули до 4 ГГц. При температурах около 92 градуса цезия и жоре до 180 Вт. Ну, поначалу было 200, потом опустилось до 180. Для этого процессора, для Ryzen 9 5950X, это далеко не предел. В обзоре все узнаете. Если что, скорость помпы я при этом не трогал. Да, тут стоит хорошая асотековская помпа 7-го поколения, но я был очень удивлен, что в Armoury Crate нет очевидного способа изменения скорости вертушек или, собственно, скорости помпы. Я даже не уверен, что в Armoury Crate это есть вообще. То есть, очевидно, для оверклокеров Asus ROG Strix LC2 280 я не советую. Ищите что-то типа Strix LC360 или вообще радиатор на 420 мм. Такие тоже есть, да. Но да, на скорости вертушек в 1000 RPM, что практически бесшумно в корпусе Fractal Design Define 7, обзор здесь, система не дает нагреться 16-ти ядернику в стресс-тесте на все ядра выше 85-86 градусов. При, опять же таки, автоматических частотах. В чем, собственно, и заключается главный плюс и главная задача таких вот систем охлаждения. Красота, тишина и эффективность. Ждем версию на 420 мм. Вот там реально будет прохлада. И на этом у меня все. А в комментариях не забудьте написать, хотите ли увидеть у Asus, скажем, воздушный кулер. Да еще и с RGB, двойную башенку. А я тем временем выражаю благодарность магазину Мебелёк за представленное помещение для съемки. Ссылочка будет в описании под видео. Ну а с вас, как обычно, лайк, подписка и нажимайте на колокольчик. Это здорово поможет не только вам следить за нашими новыми материалами, но и нам эти самые материалы делать. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Спасибо за просмотр и всем пока.